мы начнем естественно с разминки у нас сегодня такой прямо цыгун 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 сперва немножко попереносим вес вперед-назад и внимание к балансу очень быстро нас возврата возвратит к телу и я предложу расслабить руки чтобы если что они реагировали мы подходим чуть ближе к краю и чтобы не упасть руки могут реагировать не заранее а только вот если мы чуть-чуть так получилось через край перешли прямо переносим теперь ставим чуть-чуть шире обычного чуть-чуть шире чем плечи и попереносим вес вправо влево нагружает одну то другую ногу причем нога которая остается без веса мы не подтягиваем и держим и расслабляем как бы одна опора другая опора но в отличие от такого бытового уличного мы не делаем ногу прямой она у нас немножко согнута мы называется вес стекает в через ногу в пол а то есть мы не пытаемся от земли оторваться много пытаемся вбить колышек в землю вы более устойчивыми хорошо ну и чуть-чуть приподнимемся на носки опустимся и поднимемся опустимся этот подъем он идет не движением вверх а движением вперед мы нагружаем вот эти подушечки опоры пальцев и затем эти эти пальцы эти подушечки углубляем в пол то есть это не подпрыгнуть и поймать себя наверху это повести вес вперед упереться упереться и начать за счет этой опоры вырастать вверх ведем упираемся отдаляемся за счет упора ну и когда идем вниз мы тоже мы не просто падаем на пятки где уж там поймает не поймает а как будто с горки съезжаем вот горка вид снизу если посмотреть на ступню с пола если там установить камеру такая горка и вот мы как будто прокатываемся по стопе когда спускаемся вниз хорошо идем к работе с пальцами мы удлиняем удлиняем пальцы растопыриваем стопу сделаем ее как бы как ладонь можно сделать округлой а можно сделать плоской стопу мы расширяем такая экспансия еще и в стороны мы как большая присоска захватываем как можно большую поверхность пола и тянем ее к себе тянем ее к себе сжимая стопу в кулак то прослабляем снова вытягиваем пальцы стороны ступней собираем и снова хорошо отпустим и найдем вниманием центр ступней чуть-чуть покачаемся может быть вокруг центра чтобы точно наладить где он и справа слева тоже центр бывает что у нас такая походка когда вес на края ступни и тогда обувь снашивается именно там бывает что внутрь можем найти центральную линию справа и слева в ступне чтобы давила весом не только снаружи и не только внутри и при этом всем внимание еще и расслабим стопы икры бедра поясницу живот проявить диафрагмы грудной клетки плеч лица затылка языка расслабим глаза уши могут ли они повиснуть на треть миллиметра ниже если мы их расслабили расслабим руки в особенности кисти и можем почувствовать как тепло стекает в нашей ладони как большой палец отделен от всей этой кисти грозди а у него там есть своя вот он не варежка точнее варежки он отдельный свой домик до самого корня сделаем вдох-выдох перейдем к покачиванию может быть очень легким и пусть наша сегодняшняя задача будет расслабить нижнюю челюсть и язык в этом покачивании может ли волна движения доходить до языка и для этого не обязательно делать ее больше или интенсивнее все что нужно это прислушаться к языку отпустить язык сдается он просто лежит как такой пассажир поезда на нижней полке справа слева еще два пассажира это челюстные мышцы, журваки и они тоже так чуть-чуть подпрыгивают на каждом неровном соединении рельс поезд едет и постепенно эти трое расслабляются воспринимают монотонность этого подпрыгивания как нечто убаюкивающее и засыпают мы остановимся сделаем большой хороший вдох давайте немного подышим мы соединился динамическую разминку суставы и дыхательные упражнения сперва подышим очищающим дыханием вдох выдох а и мы на вдохе откроем ладони вверх к небу пригласим его прозрачность чистоту а всю эту мощь пройти сверху вниз через наше тело почистить его почистить от усталости почистить от мышечных напряжений мысленно почистить от каких-то отработанных действий можем переживать в теле последствия погони за автобусом или переноса передвижения стола а бывают какие-то мышцы вдруг что-то на себя взяли больше чем были готовы бывает они эмоционально держались как те самые мышцы челюсти держали какую-то эмоцию долгое время можем придать все это земле позволить таким осадком спуститься через наше тело через суставы через ткани как спереди так и сзади уйти сквозь стопы в землю хорошо мы немножко прошлись в том числе по суставам давайте начнем разминать суставы ног чтобы нам легче было делать динамичные упражнения колени обратно много поиграем с бедрами и движение круговые то в одну то в другую сторону не обязательно большие само по себе когда есть движение в суставе особенно амплитудное движение организм начинает работать на смазку этого сустава а то есть откуда-то начинает растапливать и собирать такую связую связующую жидкость направлять ее в сустав а лимфатическая система включается организм становится как бы более текучи менее сухой весь организм это полезно для дыхательной системы на наше дыхание с каждым упражнением суставной гимнастики наши дыхание становится все лучше и лучше вращение авто авто зум обратное движение хорошо и мы пользуясь тем что наши ноги хорошенько сейчас размяты подвигаемыми вторая нога насколько можно расслабляйте отпускайте эти мышцы эта нога лишь слегка активно как маятник мы запустили его и отпустили вдох-выдох-поворот и затем чуть чуть ниже чтобы еще больше подчеркнуть главенство движения таза он как штурвал руль машины он как это вот верхняя штучка в волчке мы запускаем ее мы не не берем волчок за бока уверенно за верх центр прокручиваем а все остальное крутится хорошо вперед назад и руки взлетают и падают другая сторона ну и вновь включим дыхание чуть-чуть замедлимся сделаем обратное упражнение дыхательное снизу вверх акцент движения то что мы собираем силу земли и плотность соки то чем она питает и как дерево корнями напитывает себя вверх вдох как всегда носом руки перекрещиваются хороший вдох расслабленный выдох движение вверх все время подкреплено давлением ног на пол до самого верха и когда мы идем вниз мы расслабляем ноги то есть напряжение в мышцах чуть-чуть но все время растет пока мы идем вверх мы все время упираемся отталкиваемся а здесь начинаем расслаблять вдох выдох выдох еще раз вдох выдох ну прекрасно снова перейдем к суставам на этот раз начнем с плеч и вот они диагонали сначала нога толкает потом поднимается плечо нога толкает как будто мы хотим прыгнуть влево обратно круговое движение обратно кисти отдельно и кисти вместе с локтями обратно обратно ну и последний у нас осталось шея сперва движение вниз вверх и сразу после этого круги медленно может даже медленнее чем обычно пробуйте закрыть глаза и регулировать равновесие лишь чувством изнутри когда завершается один круг мы меняем направление стараясь расслабить плечи челюсть язык глаза и конечно же шею вернемся в центру большой хороший вдох и выдох ну и на это разогретое состояние давайте добавим к нему несколько техник шагов цигуна мы их не делали очень давно пришло время наши пятки вместе наши стопы немножко раскрыты мы сгибаем колени как будто садимся на высокий стул вес переходит на левую ногу мы делаем вдох поднимая левую руку и правое колено правая нога на голень висит свободно не задираясь не подгибаясь поджимаясь просто висит на выдохе мы превращаем ладонь и плавно опускаем ногу не падая а все еще оставаясь весом слева и только когда опустили руку вес перетекает на другую сторону и так вдох выдох вдох выдох темп движения задается дыханием не спешите вдыхать и растягивайте движение по по вашему дыханию а прям проговаривайте себя отмечайте я вдыхаю я вдыхаю значит вверх я выдыхаю я выдыхаю значит вниз если где-то сбиваетесь ничего страшного возвращайтесь есть много точек внимания и равновесие и координация координация тела координация дыхания и отслеживание мышц которые напряжены постарайтесь уделить этому достаточно внимания держать это все в фокусе не страшно если уходит постепенно оно сольется движение тогда становится усвоенным когда оно перестает быть разделенным на десяток фокусов внимания так как телефон ваш телефон который вы знаете наизусть это не это не просто набор цифр это как одно слово которое имеет смысл в сознании оно соединено это то что мы добиваемся еще раз пойдем вперед пятка рекат шаги небольшие ну а когда дойдете до переднего предела возвращайтесь назад если у вас маленькое пространство можно несколько раз пойти вперед и несколько раз назад даже по одному шагу назад мы ступаем сначала носком без веса потом все стопой без веса и только затем вес плывет назад это принципиально важно это бережный шаг это внутренняя стратегия сначала разведка и пойдем в сторону у нас уже вверх две руки небольшой поворот вес в центре руки внизу чуть поворачиваемся в другую сторону вдох выдох пару шагов в одну пару шагов в другую мы несколько раз поменяем направление результат в другой 이후 немного шагов в другую сторону Можно ли расслабить стопы, ступни еще больше? Это возможно, если мы переливаем вес из центра ступни в центр ступни. Для этого нам необходимо расфокусировать зрение, опустить внимание вниз, то есть расширить свое энергетическое присутствие. Эта привычка очень многое может менять в самоощущении. Эта часть нашего сознания соединена с опорой. Мы как будто укоренены в этом мире, в этой реальности. Хорошо. И завершив шаги, укоренимся еще чуть больше с вниманием в нижнем центре, в нижнем Дантьяне. Мы простоим так 2-3 минуты. Наш центр сейчас, физический центр, центр тяжести. Обратили мы внимание или нет, но он сейчас был главным игроком. Все импульсы, что-то влево, что-то вправо, что-то вперед-назад, сводились к нему, к этому центральному компьютеру. И он решал, где руководил, где добавить, где убавить, чтобы мы не упали и чтобы нам было достаточно комфортно. Если вы видели какие-то ролики с реальными роботами, которые пытаются сделать, подражать человеку, они до сих пор ходят, сколько бы уже ни продвинулась технология, сколько бы они дорого не стоили, до сих пор эти роботы ходят очень грубо. Нам понятно, что мы видим недвижение человека. Представьте, насколько более сложна эта система простой физической координации, пошла в равновесии для ходьбы, как много. Не наш анализирующий мозг, мы не успели бы это все проанализировать, а наша система физическая, как много она балансирует, для того, чтобы могли так изящно ходить, тем более не по ровной поверхности. И все это сводится к этому месту, где сейчас ваши руки, где сейчас, возможно, ваше внимание. Еще полминуты погрузиться. Отдать должное, соединиться, поблагодарить, попроситься в ученики к самому себя. Так, одно из таких, без вести не иронии, одно из умнейших частей себя. Сделаем вдох и выдох. Отпустим позицию. Немножко пройдемся расслабленно, как ни в чем не бывало. Без того, что мы делаем координацию, хореографию. Расслабим руки, ноги. Вот, может быть, самое важное, поищем тот темп, который нам сейчас подходит. А после этих минут занятия, после какого-то внимания, наверняка этот темп другой, чем когда мы идем на работу или идем в гости. Хорошо, просто примите этот темп, почувствуйте его. Хорошо, когда практика замедляет, она позволяет больше внимания уделить не смене новых впечатлений, а созерцанию чего-то постоянно присутствующего, возможности разглядеть какие-то детали. Мы продолжим с цигуном 8 кусков парчи, как раз наблюдая за какими-то деталями. Мы его не делали несколько месяцев. Может быть, сейчас, после этого перерыва, будет интересно заметить что-то новое. Итак, мы начинаем. Ноги на шире плеч. Стопы параллельны. Дожидаемся вдоха, толкаем ногами, опираемся ногами. Руки поднимаются до уровня лица, рта. Выдох, чуть-чуть садимся в ногах. Следующий вдох. Как всегда, носом. Взгляд идет след за руками. Руки раскрываются. Выдох, чуть-чуть садимся, совсем чуть-чуть. Первый цикл. Вдох. Выдох. И второй вдох. Выдох. Продолжайте. Продолжайте. Темп движения определяется вашим дыханием. Дыхание вы как будто бы пьете через соломинку. Вы пьете такую прозрачную росу. Такой свежий целительный напиток, который каждым вдохом наполняет нас живительной силой. Мы растягиваем дыхание. Не стараемся сделать его как можно более длинным. Но мы заботимся о связанности дыхания и такой поточности. В отличие от жадного вдоха, скорее, такое упоение. Пьем упоение. А еще по разу. Завершим. Маленькая, едва заметная пауза. Такое нейтральное состояние. Не бежим сразу же к следующему положению. Просто отмечаем конец. И идем дальше. Позиция раза в два шире. Стопы чуть открыты. Мы сидим. Спина ровная. Вдох. Толкаем ногами. Выдох. Стреляем из лука. Наверное, в ястреба. Можно как удобнее. Можно натягивать один палец указательно. Можно натягивать оба. И указательный, и средний. Взгляд фокусируется. А затем, наоборот, расфокусируется. Светочки. Ане наоборот. Позже. А 손. Не proceedings. Адам нет. Угу. Небольшая пауза. Отделить. Третье движение – небо и земля на вдохе. Раскрываемся, ладони тянутся одна к небу, другая к земле. Чуть садимся, чуть поворачиваемся, выдох. Потянитесь приятно, как будто бы как-то самая кошка, которая проснулась. Чувствуйте, как это раскрывает спину, как это раскрывает область в сфере, где солнечное сплетение, диафрагма желудок. Мы работаем здесь с пищеварительной системой. И это натяжение видно по краям, но действует внутрь, как и любое упражнение в этой комбинации «Восьми кусков парчи». Продолжение следует... хороший вытягивающийся вдох как когда мы потягиваемся и зеваем но не пытаемся сделать максимальный вдох слишком много воздуха тоже стресс мы же ищем такое расслабленной работы расслабленной слегка даже ленивый но работы то есть ничего лишнего не брать на себя рекорды а просто приятно раскрываться завершаем маленькое ощущение завершенности может быть то просто остановка и вдох выдох вы чувствуете что прибыли вот вы ехали ехали знаете что приехали и шлете смс я дома четвертое упражнение на вдохе ноги толкают руки отделяется поднимается выдох руки опускаются мы интересуемся тем что за спиной голова идет след за взглядом шея проворачивается но очень мягко мы оттягиваем вниз плечи мы раскрываем мышцы затылочная часть видная взгляд скользит на высоте горизонта для того чтобы макушка не склонялась чтобы был правильный поворот правильное натяжение также мы не пытаемся максимум нас нет задачи как у совы мягкое приятное натяжение за которым обычно следует такое чувство тепла прилива крови мозгу вдох и выдох да особенно если у вас сидячая работа особенно если много приходится быть с телефоном или экраном почувствуйте как сейчас циркулирует кровь один смысл в такой паузе это почувствовать маленькие изменения как бы эффект от упражнения и конечно эффектом внутренне конечно накопительные не то что отжался и сразу же какие-то мышцы болят но эти понимать чувствовать маленькие эффекты насколько важно кровоснабжение мозга тут объяснять не нужно и следующее размывание сердечного огня мы снова в широкой позиции пальцы большие назад мы опираемся на бедра вытягиваем спину шею ложимся на бедру и носим вес. И все это делаем на выдохе. А на вдохе, упираясь опорной ногой, на той, где вес, хорошенько работая ногой, мы выводим тело вверх. Выдох, 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 выдох. У нас много времени на вдох. Мы не спешим, мы не вытягиваем себя за шкирку, за шею. Мы делаем движение от центра. К ноге уже подключаются другие мышцы. И когда нога хорошо работает, эти мышцы спины, которые на самом деле нас поднимают, у них значительно меньше работы. Они получили такой тягач. Есть большая команда. Работает сразу много групп мышц. Снимай нагрузку, в том числе с шеи. Лечь раскрыли. Вот с ними сейчас происходит с заземлением поднявшихся пламени или органа. Вдох. Остановку можно делать в широкой позиции, можно возвращаться в нейтральную. Ну, желательно это сделать, отделять. После действия может напоминать, особенно после такого упражнения, такой душ. Встал, и вдруг оно, и вдруг догнало. Непонятно, что было в самом упражнении. Да и после, может быть, непонятно. Но что-то происходит. Наблюдая эти мелкие изменения, со временем мы значительно глубже проникаем в их чувствование. Лучше понимаем, что с нами. А значит, владеем собой. По крайней мере, информация о себе. Ноги снова на шине плеч. Начинаем, как в первом упражнении. Ловим вдох, упираемся ногами. Руки идут к области лица. Выдох. Чуть садимся. Упираемся руки. Отпускаем. Не регулируем. Мы тянемся вверх, к какой-то точке, которая сверху перед нами. Натягиваем руку так, чтобы натяжение находило до поясницы. То есть, вслед за рукой раскрывалась спина. Затем оставляем руки наверху, продолжаем тянуться, ждем вдоха. И на выдохе таз идет назад, идет назад, назад, назад. Пока благодаря этому мы не опустим. Внизу спину еще больше расслабляем. Взгляд идет вниз, где-то до пината, немножко назад. Чем гибче спина, тем дальше он идет назад. И в какое-то время выпираемся ногами. Мы ждем, когда толкание от земли выпрямит нас. Вслед за этим поднимаются голова и руки. Вдох, выдох. И на следующем вдохе повторяем весь этот цикл, дыша свободно, стремясь не только руками, но и глазами к той же точке. Большой хороший вдох, выдох. Таз назад. Можно выдох, отпускать, отпускать какую-то часть спины. мы раскручиваем спину. Здесь мы раскручиваем спину. Вдох, выдох. небольшая пауза. завершили это упражнение. У нас осталось еще две техники из восьми кусков парчи. И снова широкая позиция. Руки собраны в кулаки, но не жестко. На вдохе упираемся ногами, руки всплывают, локти внизу. Выдох. Садимся. Одна рука к пояснице, другая тянется вперед. Взгляд. Очень ярко сфокусирован в направлении руки. Вдох. Отпускаем взгляд. Не фокусируется. Он видит руки, которые идут вниз, но не следит за ними, не опуская голову. Вновь взгляд более сфокусированный. Вдох, выдох. Отпускаем. Видим все, что одновременно ловит всю картину, как одну. Не точку, а именно объем. Вдох. Плечи спокойны, не поднимаются. Исплывают именно кулаки. Вдох. Ноги не выпрямляем до конца. Также не стремимся сесть как можно ниже. Нам должно быть удобно и в пояснице, и в коленях, и в ступнях. Чем удобнее, тем лучше. Мышцы постепенно укрепятся. Для них лучше такая медленная, статичная нагрузка. Укрепляется каждое волокно вместо того, чтобы разрушаться и на их место приходило много других. Легкая пауза. Где-то тепло, где-то может быть холодок, где-то напряжение, где-то расслабленнее, где-то плотнее, где-то разряженнее, где-то мурашечки. Прошлись по телу, немного собрали эти ощущения, как после вкуса, упражнения. И идем к последнему в серии 8 кусков парчи. Пятки вместе, носки раскрыты. Вдох, выдох. Натянули ладони, пальцы вверх. Следующий вдох. Переносим вес на носки на вдохе. Смягчаем колени, падаем на пятки и позволяем выдоху пойти через рот. Еще один раз. Вверх вдох, вниз выдох. Копадаем. Колени мягкие. Хорошо. И завершим. Соберем, как бы обнимем все эти практики в большом дереве. Стопы параллельны. Ноги на ширине плеч. Колени чуть-чуть мягкие, согнуты, как вот обсидима. Поясница не прогиб, а наоборот, поясница распластывается сзади. Локти ниже кистей. Плечи расслаблены. Средние пальцы параллельны. в земле плюс-минус. Голова немножко втянута, без напряжения. И кончик языка касается нема. Достоим так примерно 2-3 минуты. Наблюдая все ощущения, которые к нам приходят. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 телесного внимания. И постепенно будем завершать. Мягко, плавно расслабим внимание. Сделаем вдох, упираясь ногами, чуть приподнявшись в руках. Выдох. Немножко садимся, руки опускаются. Отталкиваемся ногами, очень плавно на вдохе поднимем взгляд вместе с ладонями. Выдох. Опустим руки. И на следующем вдохе, раздвигая внимание вправо-влево, вернемся к центральной линии тела, проведем внимание сверху вниз. И мы завершили.